С праздником вас! С Рождеством Христовым! Информационный отдел Чувашской митрополии Русской Православной Церкви начинает прямую трансляцию рождественского богослужения из Покровска-Татьянинского собора города Чебоксары. Богослужение в праздничный день совершает глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. Богослужение сегодня будет представлено Божественной Литургией. Это главное церковное богослужение и кульминационный момент торжества светлого праздника Христового Рождества. Мы слышим звон колоколов, который предвещает нам начало службы. И священнослужители уже собрались в притворе храма для того, чтобы встретить владыку Варнаву, который возглавит сегодняшнее богослужение. Субтитры создавал DimaTorzok Можно увидеть, как в храме собралось большое количество верующих. Они ожидают службы, причащения и разделения этой радости праздника Христового Рождества. В двери храма входит высокопреосвященнейший митрополит Варнава. Мы можем видеть, как его сопровождает глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев, глава города Чебоксары Леонид Ильич Черкесов. Также ряд чиновников, министров, которые также в этот день хотят помолиться, совершить молитвословие. В соборном храме мы находимся как раз в Покровском пределе храма, самый большой. Именно здесь сегодня и будет происходить основная главная божественная литургия нашей митрополии. Вы видите, как Владыка облачили голубую мантию, на главе у него белый клубок. Это признаки митрополитчего достоинства. Наш Владыка имеет сан митрополита. Пройдя середину храма, Владыка отправляется к иконостасу на солью для того, чтобы совершить входные молитвы. Протодиакон читает молитвы, которые позволяют священнослужителям ходить в алтарь, совершать божественную службу без них. Это просто невозможно. Вы видите величественный иконостас собора, один из самых богато украшенных, красивых. В центре горит паникадила с несколькими ярусами светильников. Рождественские елки украшают также храм. Это традиция, которая создает настроение праздника. Владыка прикладывается, то есть целует сначала образ Спасителя, а затем образ Божьей Матери. И сейчас повернется для того, чтобы благословить священнослужителей, народ, которым предстоит очень серьезное дело, очень серьезная задача вместе совершить соборное служение и уже по завершению службы совершить славление праздника Христова Рождества. Субтитры создавал DimaTorzok Под пение исполайте деспота. Владыка благословил всех и сейчас отправляется для облачения в середину храма, где находится архиерийская кафедра. Мы можем видеть, что на кафедре изображен. Орел — это знак также епископского достоинства, то есть наблюдатель, пастырь. И владыка поднимается на кафедру. Сейчас младшие служители и подиаконы будут помогать снимать верхние одежды для того, чтобы одеть чистые и богослужебные, рождественские. Субтитры создавал DimaTorzok Начинается облачение с подрязника, который одевается поверх подрязника. Вы можете видеть, он белого цвета подрязник. И такой же подрязник у священников называется. И у дьяконов это стихарь, одежда спасения. И у владыки, так как поверх него будет одеваться сакос, это называется подсакосник. На грудь возлагается и петрахиль, символ священнического достоинства. Лента, соединенная на шее и спускающаяся вниз на груди. На правую часть, на правое ребро возлагается палица, оружие. Духовное означает именно награду, связанную с высоким духовным уровнем, возможностью оповедования, возможностью ведения за собой людей. и поверх всего этого одевают сакос, который напоминает стихарь, который носят и подиаконы, и диаконы. Священников это филонь. Мы сегодня это тоже с вами увидим. На голову владыке возлагается митра с крестом. Это также символ сугубо архиерейского достоинства. Помощники застегивают амафор, который означает агнца, овцу, который несет пастырь на своей шее, заблудшую овцу, несет к своему стаду для того, чтобы воссоединить ее. На селе в это время находятся два диакона, в данном случае это протодиакон и диакон, которые на каждый элемент облачения возглашают молитвословие и кодят ладаном ладыку. Аминь, безусловие meetingами, dat и по ПЕСНЯ ПЕСНЯ На греческом хор исполняет песнопение Владыка Дикириум и Трикириум. Дикириум это. ПЕСНЯ Подсвечник с двумя свечами, Дикирия с тремя, как сновил сейчас народ. Дикирия, то есть две свечи, означают две природы. Господа это божественное и человеческое. Это как он в своем Рождестве принял человеческую плоть, стал таким же, как и мы, со всеми несовершенствами. ПЕСНЯ Ну а три Кирии, три свечи соединенные вместе, абсолютно одинаковые. Это Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. ПЕСНЯ 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 И так начинается Божественная Литургия. И так начинается Божественная Литургия. И так начинается Божественная Литургия. И так начинается уже здесь, на земле. Оно о нашем покаянии, желании послужить Богу и ближним, в исполнении заповеди Божьих, добрых делах, благодатной жизни, которую предлагает нам Господь, в первую очередь в Таинстве Евхаристии, которая и совершается в рамках Божественной Литургии. Начальный возглас указывает нам на духовную цель Царства Отца и Сына и Святаго Духа и призывает саму Святую Троицу присутствовать в Таинстве Евхаристии. И затем последование Литургии открывает мирный Эктения. Слово Эктения, это греческое слово, означает в переводе длительное моление. Молитвенные прошения, содержащие моление о наших насущных нуждах, произносятся священным служителям, в данном случае протедиаконам. Ну а хор от лица всех нас, кто соучаствует в молитвенном сегодняшнем богослужении, восполняет эти прошения, взывая к милосердию Божию «Господи, помилуй». «Господи, помилуй» 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 Затем они подают полотенце. Это такой внешний признак внутренней духовной чистоты перед совершением Таинства Евхаристии, которое предстоит, но еще впереди. Затем они подают полотенце. Антифоны содержат стихи молитвословия из Псалтирия, которые соответствуют конкретному празднику, в данном случае праздник Прождества Христового. Они записаны, являются пророчествами. Которые явились святым людям в Ветхом Завете И также пророкам Нового Завета Песня. 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 За богослужением Поет архиерейский хор по кровске Татянинского собора под управлением регента Киры Ивановой. Сейчас вы слышите детский хор воскресной школы, собора, в которую с каждым днем приходит все больше и больше детей и учится рукоделию, пению, приобщаются к закону Божьему, общаются с священнослужителями, вместе посещают богослужения, знакомятся с годовым кругом богослужений, а сегодня уже могут как полноценный хор петь за Божественной Литургией. Начался второй антифон. Между ними мы слышали, и не раз сегодня еще будем слышать, малую ктеню. Это сокращенный вариант и ктеней великой, мирной, так мы ее называем. Там три прошения всего. Мирной же ктеней значительно больше. Мирная начинается словами «Миром Господу помолимся», то есть состояние душевного мира, ну и, как правило, народное трактование «Миром» значит соборно, все вместе. И ктене малое начинается словами «Паки» и «Паки», «Миром Господу помолимся», снова и снова. Вот мы могли увидеть сосредоточенный хор, у которого все равно ответственная миссия, ответственная задача, потому что большую часть богослужения исполняет именно хор под управлением регента. От этого зависит, какое будет заданное настроение, как будут исполняться песнопения, насколько они будут исполнены молитвенности и духа праздника. Ну вот мы видим, что в начале службы, если были пустые места, то сейчас уже полный храм собрался. Верующие также сконцентрированы, собраны. А эстафету архиерейскому хору, архиерейский хор передает эстафету детскому хору вновь. Песня. 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 Ко второму антифону традиционно присоединяется песнопение «Единородный сынья». «Единородный сынья и Слове Божий, бессмертен сый и изволивай спасение нашему ради, воплотитесь от Святой Богородицы и Преснодевы Марии, непреложно вычеловечивайся, распныся же, Христе Божий, смертью смерть поправый, единцы, Святые Троицы, с прославляемой Отцу и Святому Духу спаси нас». Вторая Малая Ктения. На два прошения мы слышали взглашение хора «Господи помилуй», на последнее «Тебе, Господи». Надо сказать, что в это время несколько раз владыки подносили чиновник. Это книга, в которой собраны все молитвословия Божественной Ветрулии, в том числе тайные, и во время каждого антифона владыка читал, так же, как и священники в алтаре, тайные молитвы, которые отраживают чиновники, священников, служебников. Третья антифона. Мы слышим тропарь Родчества Христового. Торжественно его поет хор. КОНЕЦ Рождество Твое, Христе Божий наш, во сие мирове, свет разума, в нем был звездам служащий, звездою учахуся, Тебе кланяйтесь о солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи слава Тебе. В переводе на русский тропарь звучит так. «Рождение Твое, Христос, Бог наш, босияло для мира светом знания, ибо во время Его служащие звездам были научены звездою поклоняться Тебе, солнцу правды, и знать Тебя, восток свыше, Господи слава Тебе». На третьем антифоне вход с Евангелием. Портодиакон держит красивое праздничное Евангелие, главную книгу Церкви. Сослужащие дьяконы совершают каждение Евангелия, и сейчас по благословению архиерея Дьякон возгласит «Премудрость Прости» «Прокимин входа» ев buses Сослужащие «Премудрость Прости» всеми церкви. П הצ Слово «пракимин» с греческого буквально переводится «лежащий впереди, предваряющий». У нас в Православной Церкви неоднократно повторяемая песня, состоящая из одного стиха псалма, но чаще всего взятых из Евангелия, апостола и более поздних текстов. Слово «пракимин» 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 Тем не менее, так же, как и Пасха, и другие праздники присутствуют на литургии, мы чувствуем, как будто сами видим родшегося Христа, как волхвы, которые пришли в вертеп, где находилась Мария с младенцем. КОНЕЦ На центральном аналое находится икона Рождества Христова, проведенная владыкой из Иерусалима, где он неоднократно бывал. В 21-й раз в минувшем году он был, ну и Божьей милостью, в году грядущем, в 2015-м, который начался, вновь поедет на Святую Землю, помолится за митрополию, за нас с вами. И привезет эту частичку святости, своим благословением, как провел он после приезда, совершает Первую Божественную Литургию у нас здесь, в Покросско-Татянинском соборе. Остается на продолжительное благословение народа, каждый получает иконочку или крестик и благословение владыке. Праздник Христового Рождества собрал самых разных людей. Праздник Христового Рождества Праздник Христового Рождества СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Торжественным распевом прозвучал Кандак. Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями словословят, Волсвижа со звездою путешествует. Нас, Боради, родися отрачам ладу, Привечный Бог. Переводя на русский, это звучит следующим образом. Дева сегодня рождает высшего сущности, И земля приносит пещеру неприступному. Ангелы славят с пастухами, Волхвы же путешествуют со звездою, Ибо ради нас родился юный отрок, Привечный Бог. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Обычно в этом месте поется тресвятая песня. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Но во время празднования больших, в церкви они называются двунадесятые, то есть их двенадцать праздников, часто это песнопение заменяется. Сегодня праздник воплотившегося Господа и хор, а затем священнослужители исполнили песнопение Елицы во Христа креститеся, во Христа облекойтеся, Аллилуйя. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Начинается чтение апостола. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнулись. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнулись. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнулись. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Все замирает, и словословия, которые поет хор, приобретают медленный, взвешенный характер, погружая в атмосферу глубокой молитвы, сугубой молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диакон с покровцом. Дима Ладана Субтитры создавал DimaTorzok Внутреннего, но не внешнего. Дима Ладана Дима Ладана Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Хлеб и вино перенесены на престол, на центральную часть алтаря. И там уже они будут пребывать до момента причастия. Сейчас там будет совершено несколько молитвословий. И они приобретут духовный смысл, а именно станут для нас телом и кровью Христовой. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Уважаемые телезрители, время прямой трансляции подходит к концу. В завершении хочу еще раз поздравить вас с праздником Рождества Христова, пожелать вам и вашим семьям добра и мира в душе. Впереди очень добрые, очень поистине русские праздники. Это Крещение Господне, это Великий Пост, а затем и Пасха. Надеемся, что Божьей милостью при поддержке и помощи национальной телерадиокомпании мы сможем транслировать в эфир и пасхальное богослужение. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Илья Тумаков. До свидания. С праздником. С Рождеством Христовым. С Рождеством Христовым.